Благодарные потомки прошли по всем памятным местам, связанным с освобождением Черкеска от немецко-фашистских захватчиков. Отсчет времени начался. В Центральном парке Черкеска запустили часы обратного отсчета до Дня Победы. Не пожалел жизни и героически погиб, защищая Родину и товарищей. Но роли Махов орден мужества вручили семье солдат. Примите участие в выборе объекта благоустройства, которое планируется в рамках всероссийского конкурса «Создание комфортной среды». Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Вести, Карачева, Черкесия. Сегодня в нашей стране отмечается 81-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Глава Карачева, Черкесия, обратился к жителям республики. Эта дата является одной из самых значимых в истории нашей страны. Именно она стала первым крупным успехом Советской армии на ленинградском направлении в годы Великой Отечественной войны, вселила ленинградцам и жителям всей страны надежду, укрепила веру в победу. Сегодня мы с благодарностью произносим имена героев операции «Искра», разорвавших блокадное кольцо вокруг Ленинграда. В числе тех, кто героически сражался за освобождение Ленинграда, были и наши земляки, жители Карачева, Черкесии. Мы склоняем головы в память о советских войнах, чьи жизни унесли эти трагические события. Кто отдал свою жизнь за ленинградскую землю, за свободу и счастье будущих поколений? Их великий подвиг будет жить вечно. Низкий поклон нашим ветеранам, вечная слава героям, говорится в обращении главы Карачева-Черкесии Рашида Тиморезова. А накануне исполнился 81 год со дня освобождения Черкесии от немецко-фашистских захватчиков. В республиканской столице прошли различные памятные мероприятия, посвященные этой дате. Одним из памятных мест, которые посетили участники марш и броска, стала братская могила защитником Родины. На старом кладбище в южной части Черкесии захоронено около 300 бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны или умерли от ран в госпиталях города. Также мероприятия прошли у нескольких памятных мест, связанных с днем освобождения региональной столицы. За всем наблюдал корреспондент Артур Мхц. В этой братской могиле на старом кладбище Черкеска захоронены бойцы, погибшие в годы Великой Отечественной войны, либо умершие от ран в здешних госпиталях. Поисковая работа людей, неравнодушных к истории родной земли, помогла установить сведения о примерно семи десятках воинов. Их фамилии были выгравированы на мемориальной плите, установленной в 2020 году. Дань надо отдавать всегда умершим, погибшим. Пока они в нашей памяти, они живые всегда. Хочу сегодня тоже высказать, ученики пришли отдать память умерших, которые похоронены от ранений. Это большое дело наших детей. Мы должны как примером показать, что мы делаем. Пришедшие к мемориальному комплексу школьники – участники марш-броска, который в этот день прошел по всем памятным местам, связанным с освобождением города. Представители нескольких поколений отдали дань уважения погибшим бойцам, вспомнили о наиболее значимых эпизодах военного времени и возложили цветы и венки к плите с именами защитников Отечества. Группы ребят посетили и другие мемориальные сооружения, места расстрела мирных жителей на Пятигорском шоссе и в северной части Черкеска. Еще одно мероприятие состоялось при участии представителей КПРФ, которые традиционно отдают дань уважения освободителям около памятника на проспекте Ленина. Мы, коммунисты города Черкеска, ежегодно приходим к памятнику, который поставлен в память о погибших бойцах, освобождавших город Черкеск, и возлагаем цветы и венки. Это наша традиция. Мы считаем, что обязательно нужно хранить память о том, как наша страна воевала с фашизмом. Под развивающимися на ветру красными флагами звучали слова о важности сохранения истории, памяти о героическом и трагическом прошлом, о людях, которые отстояли мир. Также был отмечен труд тех, кто сейчас помогает находящимся в зоне СВО военнослужащим и жителям новых российских регионов. Благодарности в частности получили волонтеры организации «Зов Родины» за доставку гуманитарного груза в детские дома Донецкой Народной Республики. Артур Мухцелебастанов, Вести, Карачао, Черкесия. И в Центральном парке республиканской столицы прошло мероприятие, посвященное освобождению Черкеска от немецко-фашистских захватчиков. В памятном мероприятии приняли участие представители отдела образования мэрии, Совета ветеранов, представители общественных организаций. Собравшиеся отмечали, что народы нашей страны показали всему миру несокрушимую силу воли, мужества и бесстрашие в стремлении к защите Отечества. А подвиг героев всегда будет служить примером для подрастающего поколения. Почти в память погибших в боях за освобождение Черкеска. Участниками акции был произведен запуск часов обратного отчета времени до 79-й годовщины Великой Победы. Ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России. И, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои. Цитата Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Страны Владимира Путина нашла свое воплощение и в адрес нашего земляка. Уроженца села Апсуа участника СВО Нурали Махова. За свой героический подвиг он был удостоен ордена мужества, к сожалению, посмертно. А о герое нашего времени в репортаже Фатима Дагуровой. Когда президент объявил частичную мобилизацию, Нурали Махову пришла повестка. Не выказав страха и сомнений, поступив как настоящий мужчина, он отправился служить родине в зону СВО. Уходя, не забыл попрощаться с учителями своей школы. А бабушке пообещал, я скоро вернусь. И он вернулся, спустя 8 месяцев, в цинковом гробу. Тогда весть о гибели Нурали Махова потряс маленький абазинский аул. Полгода прошло с похорон солдата, но боль потери не утихает до сих пор. Говорят, мужчины не плачут, особенно на Кавказе. Но сегодня в актовом зале сельского дома культуры горе не различало людей ни по возрасту, ни по половой принадлежности. Героизм Нурали Махова, проявленный в бою, был отмечен высокой наградой – Орденом Мужества. В торжественной обстановке его вручили семье солдата. Сегодня вы представили государственные награды. Примите наши искренние соболезнования. Ни государственная награда, ни наши соболезнования, к сожалению, не восполнит утрату, которую понесли его родные и близкие. Очень больно смотреть, когда даже мужчины не могут сдержать слов, слез и выходят из этого зала. Вечная память нашему землепу, нашему герою, который исполнил свой воинский долг. Нурали с первых дней показал себя достойным бойцом, выполняя задачи спецоперации с мужеством, беззаветной храбростью и истинной доблестью. Этому учили адаты горцев и уроки отца. Быть смелым и справедливым. Чтить старших и защищать слабых. Быть опорой близким. Короче, вот Нурали, сегодня при работе, вот, из-за своей ауры, авиационная бомба не разорвалась, вот она закопалась. Что скажешь, Нурали? Тяжело было. Позиции, позиции, покажи, что позиции. Позиции, вот, 15 метров, где человек сидит. Первый самолет, когда сбили, я еще как-то думал, второй сейчас пойдет. Когда во второй мы промахнулись, я думал, нам крышка. Но повезло, что она не взорвалась. Спустя несколько дней после этого видео, при выполнении очередного задания в июне прошлого года, Нурали Махов героически погиб, заслоняя с собой своих боевых товарищей. Дом Нурали находится на окраине аула, в живописном месте на берегу речки Большой Зеленчук. Он вырос здесь, точно так же, как эти соседские мальчишки, игрался, бегал по набережной, тягался со сверстниками, мерился силой и ловкостью в умении лезть по канату. Мальчишеский задор потихоньку перерос в юношескую степенность. Характер будущего героя ковался среди гор. На ладони у отца героя Ахмеда Махова блестит орден мужества, коему достоился его сын за самоотверженность, мужество и отвагу. Сложно сказать, что сейчас творится в душе у родителя, потерявшего своего ребенка. Но в глазах отца, сквозь боль утраты, искрится и гордость за своего сына. Сегодня один из самых тяжелых дней в моей жизни. Я очень горжусь своим сыном, его мужеством. Родителям, чьи дети находятся сегодня на СВО, я хочу пожелать одного, чтобы все вернулись живые и здоровые. Вы уже можете ими гордиться, потому что они проявили свое мужество. Они не спрятались. Они пошли защищать свою родину. Они выполняют свой долг с честью. Мы все можем ими гордиться. В этом сюжете представлена подлинная история мужества и героизма Нурали Махова. Его дополнит творчество моего коллеги, журналиста и поэта Артура Мхце, который в лирической форме отобразил подвиг героя по просьбе матери. Присылал мне фотографию, на которой она вместе с младшим сыном сидят и смотрят на парня, на того, кто будет держать в руках эту фотографию. И она сказала, что вот это все, что у нее осталось от ее сына Нуррика. Решил, что надо отдать дань и уважение человеку, который пошел на такой шаг, и матери, которая гордится своим сыном. Ну, собственно, так и получились строчки, которые легли вот в основу этого стихотворения. Я хочу прочитать это стихотворение сейчас. Времевский выступ. Четыре утра. Клеят угли от ночного костра. Фото в руке, будто мать на мгновение рядышком села поднять настроение. Важно сейчас удержать высоту. Там и поддержка прибудет к посту. Мысленно, что он навещает просторы, где все знакомо. Поля, реки, горы. Брошены силы, чтобы выступ отсечь. Против бойцов вдвинул огненный смерч. Новый прилет и в бригаде потери. Но отстояли. Никто в них не верил. Снимок на вспоротой почве лежит. Миг оборвал связь. Лишь память хранит. Сердце одно вдруг забилось в тревоге. Женщину к сыну несли скорее ноги. В лучшие вера была до конца. Как ей не видеть родного лица? Да, горе, но твердости духа печать. Мужеством воина гордая мать. Фатима Дурова, Виктория Карпенко. Вести. Карачаево-Черкесия. Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды будет продлен до 2030 года. Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем официальном телеграм-канале. Такое решение озвучил президент России на церемонии вручения Всероссийской премии служения в рамках муниципального форума «Малая Родина. Сила России». Наш национальный лидер подчеркнул, что многие полезные начинания разработаны именно благодаря данному конкурсу, который проводится с 2018 года. И включен федеральный проект формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Карачаева-Черкесия всегда принимает активное участие в конкурсе и уже трижды становилась его победителем. И благодаря этому уже благоустроен Зеленый остров Карачаевский, а центральный парк Вузжигуты на финишной прямой. В 2024 году будет реализован еще и проект по благоустройству малого пруда в парке культуры и отдыха Зеленого острова Черкеска и общественных территорий, непосредственное участие в которой принимают сами жители путем онлайн-голосования. В 2023 году благоустроены 12 общественных и 56 территорий дворов и 16 населенных пунктов. В этом году также пройдет голосование с 15 по марта по 30 апреля. Жителям предстоит выбрать общественные территории в Черкесске, Карачаевске, Узжигуте, Тиберде и Метногорском. Рашид Семрезов призвал всех принять участие и самим выбрать, какой именно объект будет обновлен. Многое сделано, многое предстоит сделать, но многие хорошие, полезные и начинальные были разработаны благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. И могу сказать, что уже принято решение о его продлении до 2030 года. Православные верующие отметили сегодня крещенский сочельник. Во всех храмах идут торжественные службы. Считается, что вода после церемонии приобретает целебные свойства. Вечером начнутся крещенские купания. В Карачаево-Черкесии организовано 16 мест для купания на крещение. В Черкесске купель подготовили в парке культуры и отдыха Зеленый остров. Возле него будут дежурить полицейские, спасатели и медики. В МЧС напоминают, окунаться нужно в специальных местах и перед ритуалом лучше не употреблять алкоголь. И в целом трезво оценить возможности своего здоровья. Год развития промышленности завершился. Одна из важнейших задач, которую решали за этот период, касается подготовки специалистов для предприятий республики. Какие еще достижения и какая работа ведется в популяризации информационной системы промышленности в регионе, нам рассказал министр промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии Мурат Гапов. С гостем в нашей студии «Россия-24» беседовала Альбина Ламкова. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Редактор субтитров А.Семкин